Поздравляю всех вас, дорогие отцы, братья и сестры, с престольным праздником и с праздником памяти святых мучениц веры, надежды, любови и матери их Софии. Всех именинниц поздравляю с Днем Ангела, кто причащался с принятием святых Христовых Таин. Святие мученицы, представьте себе картина. А удовевшая женщина, не из бедной семьи, осталась одна с тремя дочерьми. Бушует в Риме гонение на христиан, но эта богобоязненная женщина, София, сама уверовавшая во Христа, учит детей вере Христовой. И она настолько проникнута была верой, преданностью Христу, что вся ее жизнь сводилась к одному. это исполнение Христовых заповедей. А ведь она видела и знала, что вокруг проливается кровь тех, кто исповедует Христа. Девочки росли, неимоверно талантливые, одаренные природной красотой, как цветы распускались. Но дошла весть до правителя, что есть мать, имеющая детей троих девочек, которые веруют в распятого Христа. Исповедует ту религию, которая запрещена в Римской империи. берут этих отроковиц чистых, красивых, невинных и ведут к правителю. И условия самые простые. Они должны принести жертву богам языческим. А это приношение по-разному воспринималось. Достаточно было бросить на жертвенное место горстку ладана или еще поклониться, произнести слово и все. Никаких мучений вас отпускают с мира. Но это внешне оказалось безобидное поклонение. первые христиане понимали, что это богоотступничество. Они знали, что нет иного Бога и его воплощенного Сына Господа нашего Иисуса Христа. Нет ни Артемиды, ни иных языческих богов, а ведь даже и римского императора ставили наряду с Богом. И вот стоит дилемма. кажется внешне формально невинная жертвоприношение или же жестокая смерть. Но мать знала уже о мучениках многих и перед этим наставляла своих дочерей чтобы они ни в коем случае не отрекались от Христа, не приносили ни в каком виде жертвы языческим богам. Представьте себе картину. Любящая мать, красивые дети, вот они перед грозным правителем и что делает мать. Вместо того, чтобы сохранить любой ценой, даже жертвоприношением идолам, сохранить жизнь своим детям, она утешает их и говорит, «Мои любимые дети, не бойтесь смерти, ибо эта смерть не является окончанием вашей жизни, это лишь через временное мучение переход в вечность, быть с вечным женихом, которых обручили вас Господом нашим Иисусом Христом». Я часто задумываюсь, а как бы наши матери сегодня повели себя? Вот представь себе такая картина страшная, как бы мы повели? где наша вера была бы? Очень сомневаюсь, что бы сказали идите на жестокие мучения на смерть ради места. Нет? Не знаю, не знаю, может быть и нашлись бы, но что-то с трудом верится. Чтобы была такая глубокая вера и доверие Богу, чтобы естественная материнская любовь вдохновила бы, подумайте, не на спасение жизни, а вдохновила бы смело идти на смерть. какую надо было иметь веру. Еще раз повторяю, не просто веру, но и доверие Христу, что смерть есть приобретение по апостолу Павлу. И началось то, к чему их призвали. Ах, не хотите и по очереди. Жесточайшее мучение. Тело строгают железными прутями, протыкает раскаленным железом, бросает в огонь кипящую смолу. Как повествует предание, ничего не брало. И затем осуждение на смерть через усечение мечом. Веру, надежду, совсем юную любовь и участь одна, жестокие истязания и смерть. Кто может понять материнское сердце? Я вспоминаю Веслан, когда более четырехсот детей погибло в школе от террористов. я видел окаменевшие лица матерей. Я слышал вопль истинания. материнское мать. А ведь София тоже была мать. Она отдала доброволь на смерть ради вечной жизни. Мне кто-то скажет, ну там же другое было. Вот в том и дело, что там, где вера, я видел и другое, когда повез я их пятьдесят женщин, матерей в Иерусалим, зашли на Голгофу у гроба Господня. Прошло уже полгода, я впервые их увидел. Окаменелые лица начинают расправляться. Ибо они увидели и поняли, что смерти как таковой нет. ответа почему дети пострадают дал Христос он безвинный. Пострадал до смерти, отдал себя добровольно в руки мучителей, хотя формально его предал Иуда. А здесь еще раз повторяю, мать. Мать вместо того, чтобы рвать на себя волосы, орать, кричать, с верой, но с плачем, сердце разрывающимся, наставляет детей своих не отрекаться от Христа. а идти на смерть. Какова же сильна была любовь к Богу? Вы думаете, она не любила своих детей? Любила так, как мы себе не можем представить, но она твердо знала, что ее любовь это любовь, посеянная Богом, любовь за их вечную жизнь и борьба за это, а не та любовь, которая подвигла бы ее уговаривать своих детей на Бога отступничество, ибо она понимала, что здесь бы она нанесла смертельную рану для вечности вечности. И как горько бывает в наши дни видеть, как мы относимся к своим детям. Нередко спросишь, а как живет твоя дочь или сыночек? И такой, какой-то бездушный ответ. Ну, как владыка или там батюшка? Ну, так, как все. Ну, а как же, как все? Ну, как все сейчас? Ну, вот, живут гражданским браком, одним, вторым, пятым, десятым, делают аборты, живут так, как вроде бы нет Бога. И самое страшное заключается в том, что мы начинаем к этой ненормальности нравственного извращения привыкать и принимать как норму. Вот в чем проблема. Да еще нередко можно слышать, но молодая, пусть она погуляет, а потом образумится, не образумится, гангрена безнравственности будет разлагать и умерчвлять и душу, и тело. Материнская любовь заключается в другом, в молитве, в постоянном труде воспитания нравственного здорового своего ребенка. и в наш век с одной стороны внешне нет мучений, как это было в нашей стране на протяжении двадцатого века за Христа умирали, но злой наш век коварный, ибо кругом разврат, который преподносится как норма. И здесь надо быть осторожным, юные души. Помните, вот это кратковременная сладость порога греха, это горькая пилюля в вечности. Слишком дорого это удовольствие в этой земной жизни. Придется расплачиваться юный. Береги свою душу, береги свою совесть, береги свою честь. пусть вчитайтесь в житие святых мучениц веры, надежды, любови. Мать, посмотри на Софию Премудрую, ее отношение к жизни и смерти, к жизни через смерть со Христом или же через жизнь в пороке к вечной смерти. Куда ты отдаешь своих детей? На что ты меняешь? Об этом должны мы всегда помнить. Недолго прожила и София. Мучители понимали, что делают, ее не стали убивать. Ее мучили материнским сердцем. Конечно же, видя смерть, жестокие испытания своих детей не выдержало ее сердце. И по преданию на третий день на могиле своих детей приставилось Богу. Кажется, в восьмом веке мощи святых мучениц были перенесены в городок недалеко от нынешнего известного для политиков города Страсбург. Это во Франции. Я недавно бывал там и по сей день в соборе есть частицы мощей Страсбургском католическом, куда и по сей день идут и идут и идут люди. Чтобы почтить память святых мучениц веры, надежды, любови и Матери Софии. Будем помнить этих великих мучениц, имена которых говорят о нашей вере, а через веру о надежде и главной добродетели любви. Той любви, которую они имели ко Христу и которая их привела к смерти земной земле и к вечной жизни с любящим и любимым ими Господом нашим Иисусом Христом. Аминь. Аминь. Аминь.